Всем привет! С вами GBJ, и это первый выпуск Эволюции Вещей, где я буду рассказывать о том, как та или иная вещь прошла огромный путь изменений и стала повсеместно узнаваемой нами. И данный проект начнется с такой вещи, как Штопор, первооткрыватель винных бутылок. Предыстория. В середине 18 века наши цивилизованные западные европейцы, а точнее англичане и французы, подогнали по стандарту изготовления бутылок. А значит, бутылочные горлышки отныне стали одинакового размера, что и сделало возможным изготовление и использование пробки. И, конечно же, у всех стал вопрос, да как вытащить эту чертову пробку? И, видимо, нашелся тот самый народный герой, который справился с данной проблемой, подарив всему человечеству свое великое изобретение. Но, так и не задокументировався и факт, он остался неизвестным в истории изобретателем. Но, так или иначе, Штопор запатентовал член британского кабинета министров Сэмюэль Хэншелл в 1795 году. Но хочу отметить, что патентов получил на усовершенствование Штопора, а не на его создание. Существует очень много вариаций данного приспособления, но мы рассмотрим те, что начали все больше облегчать процесс откупоривания бутылки, то есть эволюцию Штопора. Почти 100 лет монополия на откупоривание бутылок была у простого Штопора, конструкция которого состояла из ручки и стального винта. Но он требовал много усилий, сноровки. Но, так как его цена была значительно ниже, чем у других, он так и остается одним из популярных до кухни вещей и по сей день. Простой Штопор оставался бы монополистом в этом деле, если бы не появление рычажного Штопора в 80-х годах 19 века. Самый популярный рычажной Штопор, который еще называют ножом Сомелье, был запатентован немцем Карлом Венке в 1883 году. Он и по сей день остается любимчиком профессионалов своего дела. Его отличием, вы наверное уже сами поняли, является наличие складного ножа и комфортное ношение с собой, так как при складывании он по форме напоминает небольшой нож. Следующий же Штопор является младший ножа Сомелье на 5 лет и носит название «Бабочки». А французы назвали этот Штопор «Шарль Деголь», потому что поднятые вверх рычаги при открытии бутылки напоминали излюбленный жест генерала Деголя. Он также является популярнейшим Штопором во всем мире за его простоту и экономичность. А простота его заключается в том, что пока вы винчиваете спираль в пробку, два рычага поднимаются вверх, и после этого остается только опустить рычаги, и пробка выйдет из бутылки. Интересный факт, у меня точно такой же. 20 век нас порадовал появлением Штопора помпового типа, который действует как насос. Он оснащен своеобразной иглой, вводимой в пробку, и через нее происходит закачка воздуха внутри сосуда. По достижению критического уровня давления, пробка выталкивается наружу. 21 век нас удивил Штопором электрического типа. У одних есть специальные зарядные устройства, на котором они собственно заряжаются, другие же работают на батарейках. И конечно же, открывание с помощью такого Штопора становится простым и легким занятием. Ведь всего лишь нажатием одной кнопки можно открыть бутылку. Давайте же посмотрим все действия. Да что это за проект такой без интерактива, подумал я и решил все-таки внести его в наш проект. Он будет заключаться в том, что вы будете оставлять в комментариях или в группе ВКонтакте, ссылка на которую будет в описании, типы своих вещей, которые будут затронуты в проекте. На данный момент это будет Штопор. Вот у меня Штопор типа бабочки. А какой Штопор у вас? Напишите это в комментариях и выясним, какой же Штопор у нас доминирует на нашей кухне. Ну а на этом все, с вами был JBJ. Если вам понравился данный проект, поставьте лайк, оставьте свои комментарии, а также делитесь этим видео с друзьями. Это очень поможет в продвижении моего канала. Ну а всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok